привет друзья с вами коноден и сегодня мы поговорим о том где купить продвижение youtube канала этим вопросом задаются многие авторы те которые имеют определенный бюджет и хотят продвинуть свой канал часто причем пишут продвинуть в топ или попасть в тренды или что-нибудь в таком ключе сейчас я развею ряд мифов и заблуждений и объясню вам как на самом деле обстоит ситуация с продвижением youtube канала и можно ли купить как многие говорят продвижение youtube канала прежде всего не думайте что есть какое-то универсальное средство для того чтобы просто взять и продвинуть ваш канал на ютюбе это комплекс действий которые вы выполняете самостоятельно с пониманием дела с сознанием того что вам необходимо для того чтобы именно продвигаться на ютюбе это не какие-то абстрактные продвижение на ютюбе здесь речь идет именно о том чтобы покупать трафик привлекать подписчиков целевую аудиторию а это можно сделать только самостоятельно выбирая целевые источники трафика выбирая других авторов которые готовы вас прорекламировать выбирая группы и страницы в социальных сетях где вы также можете прорекламировать свой канал на ютюбе что же касательно комплексного какого-то продвижения покупки такой услуги в настоящий момент времени практически никто ее не оказывает и все что предлагается на рынке таких услуг это именно что накрутка это какие-то неправомерные действия это бот трафик и прочее что вам совершенно не нужно потому что это нарушение правил youtube потому что это приведет к бану вашего канала с высокой вероятностью не рекомендую вам этим заниматься потому что вы просто потеряете время деньги и не достигнете ничего в результате всех этих действий также когда вы рассматриваете предложение о покупке продвижения вашего youtube канала не ведитесь на то что вам могут предлагать органический трафик не ведитесь на то что вам могут предлагать какие-то только живые просмотры либо только живые подписчики особенно с фиксированной ценой за единицу этого самого трафика или за определенное количество подписчиков почему еще я рекомендую самостоятельно заниматься вопросами продвижения либо нанимать отдельного менеджера который будет подбирать для вас канал и группы в которых можно рекламироваться потому что только вы хорошо понимаете и знаете свою целевую аудиторию только вы понимаете кто ваши зрители и чем именно им может быть интересен ваш канал если вы обращаетесь к кому-то постороннему кто не знает в возможности не целевой аудитории незадач вашего проекта не особенности вашего контента он и не сделает для вас то что вы собственно от него ожидаете также что касается продвижения есть еще один очень важный момент о котором многие забивают это готовность канала к продвижению к раскрутке многие начинают пытаться рекламировать такие каналы которые просто не могут зацепить зрителей которые не интересны которых нет последовательного серийного контента которых нет фактора обнаружения которая не привлекает внимание и сколько денег не вваливай в продвижение такого канала в его раскрутку вы не добьетесь никаких практических результатов либо это будет стоить просто нереальных денег поэтому прежде чем заниматься продвижением youtube канала нужно разработать контент стратегию нужно понимать что вы делаете снимать серийный контент и делать это на регулярной основе у видеороликов должен быть высокий фактор обнаружения то есть как минимум видео должны быть сами по себе интересны вашим зрителям у них должен быть нормальный качественный значок нормальное привлекательное интересное название видеоролики должны выходить регулярно на вашем канале лучше если это будет происходить в определенном графике публикаций на канале не должно быть два три видео непонятная какая-то шапка отсутствие значка канал должен быть настроен и оптимизирован только так вы сможете добиваться каких-то результатов в плане дальнейшей раскрутки и продвижения чтобы не сливать бюджет впустую чтобы конверсия была более высокой и вы получали лучший результат за те же деньги иначе вы просто сливаете бюджет тратите деньги в никуда и не получаете никакого эффекта касательно продвижения но также не стоит и заблуждаться касательно величины конверсии касательно того сколько просмотров и подписчиков вы сможете привлечь размещая рекламу вашего канала цифры будут не слишком большие и обычно конверсия составляет что-то порядка одного процента от величины тех людей которые перешли по рекламной какой-то ссылке или где-то заметили ваш проект либо где-то вы рекомендовали когда вы размещаете где-либо рекламу ориентируйтесь прежде всего на те источники где есть персонаж которому доверяют потенциальные зрители к примеру возьмем два канала где вы готовы разместить рекламу один канал это топы и факты на котором просто закадровый голос и слайд-шоу второй канал это достаточно популярный видеоблогер которому доверяют зрители которые в кадре с которым они общаются естественно в первом случае конверсия эффективность рекламы скорее всего будет намного ниже во втором случае намного выше если сделать правильный формат рекламы и правильно призвать действую зрителей и если будет пересечение по целевой аудитории здесь еще два важных момента момент номер один покупать любой пиар любое продвижение нужно у тематически близких ресурсов каналов групп и так далее то есть если вы например автомобильный блогер и купите рекламу канала с приколами конверсия будет низкой а если купите у другого автомобильного автора конверсия будет намного выше и второй момент это конечно же правильно подготовленная правильно составленная рекламная информация это может быть при ром это может быть интеграция от ее качество от ее привлекательности от ее в принципе построение зависит то насколько интересно будет потенциальным зрителям перейти на ваш канал смотреть его и подписываться не забывайте также сделать хороший качественный трейлер для новых зрителей не забывайте общаться с вашими зрителями не забывайте о призывах действий все это в комплексе поможет вам избежать целого ряда проблем этим видео я прежде всего хочу ответить на вопрос довольно однозначно что нет универсального какого-то способа купить продвижение на ютюбе это всегда кропотливая работа которая состоит из ряда этапов этап номер один подготовка вашего канала к рекламной кампании когда вы снимаете видео делайте серийный контент делайте последовательный контент оптимизируете видео повышайте фактор обнаружения делайте эту работу непрерывно на систематической основе второе это подготовка рекламной кампании когда вы выбираете каналы выбирайте группы где вы хотите рекламироваться запрашиваете там стоимость рекламы доступные форматы способы оплаты смотрите опыт предыдущих авторов которые там рекламировались запрашивайте когда можно будет про рекламации этап 3 это непосредственно проведение рекламные кампании когда вы готовите рекламные материалы согласуете как это все будет выглядеть оплачиваете рекламу она размещается следующий этап это аналитика когда вы смотрите какова же реальная эффективность проводимой рекламной кампании сколько приходит подписчиков сколько набирается просмотров реально ли прирастает постоянная аудитория вашего канала, как она меняется, как это влияет на дальнейшее развитие вашего канала. И вот только все это в комплексе позволяет вам непосредственно заниматься продвижением вашего YouTube канала. Это можете делать вы, либо это может делать какой-то другой толковый, компетентный человек, ваш сотрудник, либо наемный какой-то работник, который понимает, что он делает. Не ведитесь на разные предложения мутных, сомнительных сайтов или людей, которые наобещают вам много, а по факту не сделают ничего. Не ведитесь на накрутку и любые другие мошеннические предложения. Это риск для вашего канала, который не несет никакой пользы. Будьте внимательны и осторожны, продумывайте продвижение своего канала, готовьтесь к нему, и тогда вы будете получать намного более высокие результаты, которые оправдают ваши ожидания и помогут каналу развиваться более активно. Если есть вопрос, либо хотите поделиться своими историями о том, как вы продвигали ваш YouTube канал, прошу в комментарии. А с вами я, Коно Дэн, мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Всем пока.